всем привет записываю очередное видео на этот раз видео посвящается снаряжению охотничьего патрона 12 калибра значит скорее всего я думаю получится небольшая серия серия видео в которых я расскажу где-то покажу какие-то моменты возможно где-то кому-то они будут интересны полезны возможно кому-то они в чем-то помогут собственно говоря время покажет видно будет может быть видео окажется конечно и неинтересным и бесполезным но это будет видно со временем то есть прежде чего хочу сказать что для снаряжения патрона можно использовать на различные виды прессов станков так называемых то есть ручные автоматы полуавтоматы с электроприводами с гидроприводами с податчиками гильз и так далее также существует ряд производителей которые занимаются изготовлением станков для снаряжения патронов вот в данном случае мы говорим о производителе понтс несварн не знаю правильно прочитал или нет но собственно как прочитал так прочитал вот модель 900 и вот значит на шильдике здесь может посмотреть наверное разрешение конечно камеры к сожалению не позволит качественно он с несварн 900 вот значит в чем смысл до данного пресса станка то есть все весь процесс снаряжения происходит автоматически то есть снаряжение у нас состоит из последовательно расположенных станций то есть эта станция загрузки непосредственно гильзы странцы станция декапсуляции и установки нового капсуля значит станция загрузки пороха следующая станция эта станция загрузки пыжа с помощью подавателя пыжей следующая станция это станция загрузки дроби следующая станция станция нарезки звезды следующая станция это станция так сказать завальцовки закрытия вот она и последняя станция она у нас открытая то есть это станция выгрузки после которой патрон выгружается вот для выгрузки я использую такие лоточки маленькие в хозяйственном магазине можно в любом купить вот в принципе некоторые делают отверстия в столе прорезают и внизу уже устанавливают там какую-то емкость в ведро там всевозможные коробки то есть кому как удобней вот я как бы просто поставил лоток и собственно в этот лоток происходит выгрузка готового изделия вот в результате мы собственно получаем вот такой вот продукт который закрывается звездой звезда бывает 6 и 8 сегментов ну как правило в россии применяется 6 чаще всего поэтому собственно на 6 сегментов я и закрываю край у нас завальцован здесь если посмотреть он скруглен это очень важно для автоматов то есть не для обычных двухстволок а именно для автоматических пятизарядных и более оружий в которых при загрузке автоматические патронов патронник очень важно чтобы край был скруглен чтобы он дослался корректно в патронник вот так же обжимка тонца вот она происходит но вот этой первой станции вот это важно для того чтобы патрон корректно помещался в патроннике подача капсуле значит она происходит тоже автоматически загружаются в лоток ну порядка наверное может быть 150 где-то патронов так на скидку ну получается вот с одной загрузки вот имеется у нас два дозатора дозатор пороха и дозатор дроби также в дозаторах внутри установлены диспенсеры или рассекатели не знаю как правильно для того чтобы зависимость независимо от количества содержимого в тубе давление на конечную нижнюю точку всегда было одинаково соответственно это позволит нам всегда очень точно отмерять и дроби поров то есть скажем от патрона к патрону у нас не будет расхождения в зависимости от заполнения нашей тубы потому что когда туба полная на нижнюю часть оказывается большее давление если отсутствует рассекатель здесь он тоже есть просто немножко наверное не видно но с этой стороны можно посмотреть вот он вот в зависимости от разных типов дроби используются разные мерки так как в одном и том же объеме дроби разного калибра там начиная там от девятки и заканчивая наверное ну тройкой я думаю для этого станка то есть необходимо будет менять мерку мерки можно менять в этой модели на горячую что называется без снятия верхнего плато достаточно открутить винт вытащить заглушку и поменять мерку следующее видео я покажу какие бывают мерки ну собственно там все просто то есть так для наглядности то же самое с меркой для пороха потому что порах бывает разный мелкодисперсные крупнодисперсные гранулированный пластинчатый нитропороха и так далее навеска кстати порах происходит довольно точно то есть расхождение буквально в сотых то есть 10 грамма может быть вообще не плавают сотые то есть если 17 навесочка у вас то 173 там 17 там такого уровня расхождения скажем не всегда рукой вы настолько точно и корректно можете сами отвесить как может сделать это станок переключатели у нас включена выключена и выгрузка выгрузка у нас используется для того чтобы случае снятия плато опустошить бункер то есть мы переводим положение выгрузка и с помощью вот этой трубки собственно выгружаем в какую-то емкость содержимое значит здесь декапсуле капсуля значит так сказать отработанный то есть после этапа декапсуляции но вот этой станции капсуль падает вот в нижней так сказать вот в этот вот ну я не знаю как его назвать правильно скажем ловушка для капсуле она его ловит и при следующей загрузке она открывается и капсуль падает сюда ну то есть отработанный они просто выкидываются вот что еще на данный момент существует более совершенные модели с разрезным барабаном в котором можно каждую станцию извлекать независимо от того на какой стадии так сказать снаряжение она находится вот это уже более новые более совершенные станки также на более новых станках имеется система без центрального вала что тоже в свою очередь сказывается положительно на обзоре потому что вал закрывает то есть вот где-то сбоку что-то посмотреть вот надо заглядывать а без вала у нас все наглядно все видно с двойным обжимом также присутствуют станки и так далее также к нему можно значит использовать электропривод либо гидропривод который подключается к рукояти то есть вот у нас рукоять значит она снимается и сюда этот привод и можно еще до укомплектовать электрическим автоматическим поддатчиком гильзы потому что гильза подается рукой зависимости от гильзы кстати вот материал вода от фирмы проявителя гильзы также очень сильно зависит конечный продукт то есть качество закрытия звезды потому что пластик он собственно жесткий и вот если взять например фетр вот с высокой юбкой то есть у него всегда закрытие идет качественное скругленный край такой вот ровненький а если же взять фетр тот же но уже с низкой юбкой посмотрите на него то есть закрыт тоже звездой но тем не менее скругление уже не столь ярко выражено то есть если посмотреть вот я не знаю видно или нет ну вот левый патрон он более более скруглен то силу мне лично больше нравится вот по значит по производительности ну на данном агрегате это порядка 250 300 наверное патронов в час то есть при нормальном режиме если не спеша но 150 200 при наличии электро или гидроприводов люди умудряются и 500 и даже говорят что 600 в час вот ну собственно наверно вот и все то есть на сегодня я думаю что в следующих видео расскажу немножко про комплектующие втулки то есть постараемся показать в работе какие-то моменты мерки возможно какие-то вопросы возникнут дополнительные постараемся на них ответить также существует ряд настроек данного станка на первый взгляд кажется их нет но это только на первый взгляд потому что все параметры такие как высота на которую выдвинут станция досыла гильзы значит декапсулятор декапсулятор досылатель пыжа который вот в данном случае у нас сейчас на изготове стоит то есть он регулируется вот здесь также высота вот этой вот звезды не знаю видно или нет но вот вот этой звезды то есть тоже регулируется и самая наверное важная станция это станция закрытия вот предпоследняя она имеет две регулировки сверху контрагайкой и под отвертку значит регулировка длинные штока и также имеется гайка которая регулирует жесткость пружины вот этой вот то есть вот эта станция закрытия очень сильно влияет и все эти регулировки вместе вкупе они на мой взгляд очень сильно важны для достижения скажем наилучшего качества ну вот собственно наверное если вкратце то все всем пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч субтитров до новых встреч